За жилищно-коммунальное спокойствие граждан ответственны прежде всего управляющей компанией. Потому требований к ним с каждым годом становится все больше. Чтобы рассказать о новшествах и разъяснить спорные моменты, профильные департаменты правительства регулярно организуют для руководителей управляющих организаций ликбезы. Вот сегодня очередное у нас совещание. Ряд моментов, которые на федеральном уровне появились для нас, для субъектов, хотим довести до управляющих компаний. Ну и скорректировать некие моменты, касающиеся выставления счетов населению за ОДН. Первый вопрос на повестке – внедрение ГИС ЖКХ. Системы призваны сделать управление домами прозрачным, дать жителям возможность контролировать расходование средств. Государственная информационная система должна обеспечивать гражданам возможность беспрепятственно вести мониторию потребления коммунальных услуг и порядка начисления платы за них. А также предусматривать следующие функциональные возможности – предоставление счетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги и оплату этих счетов, прием обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление услуг ЖКХ, размещение информации о фактическом состоянии расчетов за жилищно-коммунальные услуги и коммунальные ресурсы. Информационная система начала свою работу с 1 июля 2016 года. Однако не все Ивановские управляющие компании горят желанием таким образом делиться информацией. Заполненность системы в нашем регионе составляет всего 67%. Задача департамента так или иначе – заставить управляющие организации работать с новым информационным ресурсом. Управляющая компания будет нести прямую финансовую ответственность за незаполнение данной системы ГИС ЖКХ. Уважаемые, это средства вы не сможете, читавшие санкции, оплатить за счет средств жителей. Сбор, который вы жители собираете, это все будут только из ваших средств на ваше содержание. Поэтому еще раз призываю отнестись к этому серьезно. Тема, которая больше беспокоит жителей многоквартирных домов, чем управляющих – плата за ОДН. Не так давно введенный норматив удобен в домах, где потребление ресурсов не контролировали и не экономили. Жильцы же ответственные за первые два месяца действия новых правил заметили – суммы в платежках значительно увеличились. Мы понимаем, что в таких домах объективно расход коммунальных ресурсов меньше, чем в домах норматива. В таких случаях департамент поддерживает позицию Министерства строительства и ЖКХ. Мы надеемся, что до утверждения новых норматив правомерно взимать плату за актуальные ресурсы в размере ниже норматива, исходя из фактического употребления, подтвержденного приборным учетом. В Госдуму уже внесен проект закона, призванный эту нестыковку устранить. А пока управляющим компаниям настоятельно посоветовали, если сумма по показаниям приборов учета меньше норматива, считать в пользу жителей. И за прошедшие два месяца сделать перерасчет. Если взялись жильцов лишнее – вернуть.